Широкомасштабные азербайджанские провокации в российской столице и других городах страны получили оценку не только от правоохранителей. Армянам рекомендуют не поддаваться, а президенту Азербайджана советуют не бесить медведя. Как сообщала русская весна, в столице России в ночь на 24 июля произошла целая серия нападений на граждан Армении. В главном управлении МВД по Москве рассказали о 25 задержанных участников нападений и массовых драк. При этом столичные правоохранители предупредили и на иностранцев, что не позволит нарушать общественный порядок и обещали жесткую реакцию. Также сегодня в правоохранительном ведомстве сообщили еще о девяти задержанных в рамках расследования. 24 июля этого года на территории город Москвы произошли конфликтные ситуации между гражданами. В одной из них в ТИНАО мужчине причинены телесные повреждения, также в другом случае неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных в зал, в результате чего один из посетителей травмирован осколками стекла. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемых, сообщили подробности в пресс-службе ГУМ МВД ПГ. В Москве, после массовых нападений на армян, произошедших в Москве, к соотечественникам также обратился чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Вардан Таганян. Армянский дипломат заверил, что все консульства Армении от Калининграда до Владивостока постоянно держат руку на пульсе событий, подчеркнув, что обстановка контролируема благодаря своевременным действиям правоохранительных органов России. Таганян призвал не поддаваться на провокационные действия азербайджанцев, оставаться сдержанными и внимательными, особенно в ближайшие выходные дни. По словам представителя внешнеполитического ведомства Армении, целью этих провокаций является разжигание межнациональной розни на территории третьих стран, представить нас, армян, теми, кто сеет вражду. Посол рекомендовал армянам оставаться на связи с депредставительствами, со структурами диаспоры и с правоохранительными органами. Судя по всему, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву не дают покоя лавры легендарного Саакашвили. Он, по всей видимости, решил бросить вызов в России Путину и развалить при помощи своей диаспоры межнациональный комфорт в России. А этот комфорт очень долго и сложно выстраивался, и он важен для президента России. Все это может очень плохо для Ильхама закончиться. Не бесите медведя, если живете в его лесу, прокомментировали ситуацию авторы телевизора.